В этом году мы посеяли, сейчас скажу, сколько гибридов, 83 гибрида, но это вместе с контролем. То есть, грубо говоря, около 80 гибридов было полностью просто посеяно. Но в этот год, я думаю, что каждый год для нас нестандартный год, но этот год был что-то нечто, что-то такое было непонятное. И в этом году мы начали сеять демонстрацию подсолнечника. Демонстрация подсолнечника расследовалась на 4 дня. Более закультивировали сразу. Первые 2 дня зашли просто идеально, а последние 2 дня зашли слабовато. И в этом году на урожайность подсолнечника очень сильно повлияла масса тысячи семян. То есть, я обратил внимание, там, где были мелкие семена, происходили намного лучше. Там, где были крупные семена, за чем всегда агрономы стараются гоняться, зашло намного хуже. Поэтому результаты получили тоже неоднозначно. Их можно разделить, и все результаты, что мы получили, можно разделить на 2 части. Первая часть – это первый и второй день, где у нас урожайности от 20 до 31. И разделить на последних 2 днях, где урожайности получились от 11 до 23. Ну, а как же, в каждой части были свои лидеры. Но такой, как в прошлом году, разницы, где мы получали 48 ценеров, такого не было. Лидером в этом году NSH-63-43 был лидер NSH-63-43. Его с урожайностью – 31-65 ценеров. Также, ну, скажем так, те гибриды, которые более-менее, ну, каждый год в первой десятке, они также в первой десятке, в принципе, и оказались. Ну, вкратце, вкратце это так, но если более углубляться, то перечислять гибриды. Ну, и, скажем так, в такой год, как этот, и отечественные гибриды, ну, нет, не было провала, большой разницы, как в прошлом году. То есть, в прошлом году там, например, ПЛГ-54-78 было 48,5 ценеров, а некоторые отечественные гибриды давали 30 ценеров, не давали. В этом году такого разбега нет. То есть, я считаю, что в этом году импортные гибриды не смогли показать свой потенциал, раскрыть свой потенциал, который в них заложен. То же самое и по Кукурузе. По Кукурузе тоже не было лидеров, не было явных аутсайдеров. Вся урожайность Кукуруза вложилась в количестве от 17 до 24 ценеров. И лидеры, и аутсайдеры все в этом количестве. Но, в отличие от подсолнечника, у Кукуруза мы получили хорошие всходы. То есть, Кукуруза стояла неплохая. В этом году специально изрезали, чуть посевы. То есть, мы всегда сели под 70 тысяч. В этом году посеяли 60 тысяч. Початок сформировался очень неплохой по размеру. То есть, 14-16 рядов в среднем был початок. То есть, полноценный нормальный початок был. Но, во время июля, когда дули ветра и была 40-градусная жара, я обратил внимание, что на Кукурузе низ еще сильно не сох, а верхние листья уже начали очень сильно сохнуть. Поэтому, там масса тысяч зерна, что мы получили, была низерная. Поэтому урожая мы не получили. Основные факторы, естественно, по этому году, это на Кукурузу, это нехватка влаги и воздушная засуха. То есть, когда у нас каждый день 40 градусов было и суховее. На подсолнечке это просто нехватка влаги. Я скажу, даже нехватка влаги при всходах. Мы получили чуть изреженные всходы, слабоватые всходы. То есть, мы получили все или 60 тысяч, получили 35 тысяч. А остальное это всходило, но все равно они не показали этот потенциал, ну, той урожайности, что те гибриды, которые сразу зашли. Чтобы было понятно. И для подсолнечника еще было негативное, опять же, тоже жара, когда была 40 градусов. Она очень негативно повлияла, потому что всю влагу, что, так скажем, качал свои стержневые системы, он пускал на охлаждение. А на формирование урожая эта влага не шла. Селекционеры по кукурузе очень много внимания уделяют тому, чтобы синхронизировать цветение, да, чтобы лучшая зерненность была початка. Какие-то гибриды отличались в лучшую сторону или в худшую сторону? Вы знаете, Александр, проблема с озерненностью в этом году не была. То есть, во время цветения у нас не было этой засыпи. Проскочило цветение засыпи, проскочило цветение жару. Початок был полноценный, нормальный, сформированный початок. То есть, хороший початок был полноценный, а просто не налилось зерно. Во-первых, натура была очень маленькая у зерна. Во-вторых, само зерно было мелкое-мелкое, не сравнить с прошлым годом. Если бы во время налива не было этой жары и прошли осадки, ну, я думаю, что был бы неплохой урожайк кукуруза. Понятно, мы в том году, если взять прошлый год, у нас некоторые гибриды перевалили 100 центнеров, такого бы не было. Но я думаю, что средний, ну, 40 центнеров, я думаю, было бы. Скажите, пожалуйста, к севу в следующем году вы уже подготовились или готовитесь, ищете ли семена? Есть ли проблемы с приобретением семян? Ну, с приобретением семян мы начали приобретать семена еще с мая месяца этого года. То есть, мы уже практически полностью закрылись с семенами. подсолнечника, кукурузы еще не приобретали, но кукурузы, я так понял, что на рынке проблем нет. Основная проблема – это подсолнечник. Семенами полностью укомплектованы, закупились полностью на севу будущего года. В этом году мы сеяли и российские гибриды. Российский гибрид «Сафари» мне очень понравился. Он был посеян рядышком в одном поле с «Пионером-25», который ушел уже с нашего рынка и показал урожайность на уровне «Пионера». То есть, оказался очень доволен, а у «Пионера» оказался лидером этого года. Какие вообще гибриды у вас в товарных посевах и какая урожайность получилась в товарных посевах в этом году? Урожайность в товарных посевах получилась в этом году от 17 до 37 центнеров. Гибриды были как импортные, так и российские. В лидерах, я как сказал, это «Сафари» и «Пионер-25». Проблема в производстве была чуть другая. У нас в этом году очень много полей было посеяно по глине. А где была глина, там было 17-18 центнеров. Где хоть какой-то чернозем, более-менее, там 20-22-25. Где хорошие условия, там низинка, влага где-то перепала, там 37 центнеров. Спрос здесь даже был не в гибридах, не в потенциале гибридов, скорее всего, а именно в местоположении этого гибрида. Никогда еще на глине всегда была, ну, похуже урожайность, но такой разницы, как в этом году, никогда не было. Кроме «Сафари» и «Пионера», еще какие-то гибриды подсолнечника были у вас? Да, были «Лимогрейм», «ЛГ-5478», «ЛГ-54-5», «ЛГ-5480», «ЛГ-5480». Потом были «Генезис», «Евралисовский», «Ягора» была. У нас очень много гибридов, у нас практически на краю. Ну, стараемся не ложить яйца в одну корзину, в классе яйца. Поэтому и стараемся больше гибридов всем, если не урожай будет этого гибрида, но надеемся, что будет урожай какого-то другого гибрида. Ну, из тех, что вы назвали, по-моему, только «Сафари» к отечественным относится. К отечественным только «Сафари», да. Ну, пока что очень настороженно вводим отечественные гибриды, но на следующий год уже будем больше вводить. То есть «Сафари» мы попробовали, 15 пассивных единиц взяли, попробовали, нам понравилось. Теперь берем еще 80 пассивных единиц. И также еще будем смотреть на другие гибриды, которые показали более-менее результат. В демонстрации будем их вводить по 10-15 пассивных единиц, год по 7. Если понравится, будем увеличивать. Как долго селись на демо-пассивах те гибриды, которые вы планируете на следующий год, по 10-15 единиц уже в производство в демо-пассивных единиц? По два года селись на демо-пассивы. Я считаю, что эти два года как раз они более-менее показательные, потому что прошлый год был влажный, этот год был засушливый. Вот будем смотреть, анализировать и потихоньку на это упадить. А можете назвать эти гибриды российские, которые вам приглянулись? Ну или это информация, о которой лучше пока не говорить? Лучше пока не говорить, но из тех, что гибридов, вот из года в год, лучше всего из российских показываются щелковские гибриды. Базик и щелковские гибриды, вот как бы на них обращаем внимание. Я считаю, что надо будет их пробовать сеять. А что с кукурузой? У нас есть животноводство. Начнем с того, что у нас есть животноводство. И когда мы увидели, что сохнута начала кукуруза на кукурузу, я с руководителем переговорил и объяснил, что урожайность будет 20 центов этот предел. И было принято решение всю производство, всю зерновую кукурузу скосить на демонстрацию. Ой, скосить на силос. Оставили только демонстрацию, это учет и все. Все остальное скосили на силос. Поэтому кукуруза нас не разочаровала. Вы упомянули, что не очень показательные результаты в этом году на демо-посеве. Как будете использовать эти результаты в производстве по кукурузе? По кукурузе будем смотреть последние 2-3 года в демонстрации и на основании этого приобретать. Я скажу, что не первый год, если не считать очень влажные годы, тогда российские гибриды где-то начинают просаживаться. А если в средний год, не брать прошлый год, а все остальные годы взять, за 5 лет взять демонстрации, там в Ладожске будет первой пятерки. Потому что если не взять суперудачные годы для кукурузы, если их не брать, там именно в такие годы импортные гибриды показывают очень хороший результат. А в средние статистические годы ладожские гибриды и краснодарские конкурируют на уровне с импортными гибридами. То есть по кукурузе будем смотреть как на импортные, так и на российские. То есть ладожские будем брать на зерно. Часть ладожских, какую-то часть импортную, какую-то часть именно силостные российские. Как всегда яйца в разные корзины. Максим Викторович, у многих ваших коллег, кто не начинал покупать семена еще в мае, как и ваше хозяйство, сейчас есть проблема. Знакомые гибриды ушли с рынка. Можно ли что-то людям посоветовать? Как действовать? Ну я думаю, что взять надо результаты демонстрационных посевов за несколько лет и выбрать то, что хотя бы показывает более-менее неплохой результат из того, что осталось на рынке. Какой совет, я даже не скажу сам. Кроме этого, если остались, конечно, те гибриды, которые занимают низ демонстрации, ну тогда это вообще будет тяжело. Если есть с чего выбрать, то брать демонстрации. Можно нашу взять, можно взять еще, знаю, хозяйство, которое... Посмотреть, как эти гибриды показывают, какой год, и из того, что имеется, выбрать. Сейчас зашло очень много новых гибридов. Я знаю, и БДА-капитал занимаются сейчас, БДА-гибриды. Ну, просто они еще свежие. Есть гибриды, которые вот сербская фирма завозила, вот они у нас первое место, это НСХ. Но, опять же, это надо смотреть результаты демонстрации и из того, что есть, выбирать. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»